Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Цена на гречку может заметно вырасти. В чем причина, по мнению алтайских сельхозпроизводителей? В Барнауле проверили качество покрытия пешеходных дорожек с помощью самоката. Животные, растения, пейзажи. В художественном музее «Край» открылась выставка картин необычной девочки. Возможно, цена на гречку уже к концу этого года для потребителей вырастет. Виной тому, по словам сельхозпроизводителей, смог из-за сибирских пожаров и июньская непогода. В целом, уборочная кампания на Алтае проходит без срыва сроков. Сейчас в «Край» обмолочена почти половина всех зерновых и зернобобовых. Например, в крестьянско-фермерском хозяйстве Иваново в Косихинском районе уже закончили уборку пшеницы. Но продавать ее не спешат, ждут повышения цены. Анастасия Драган продолжит. Головки льна, кажется, еле стоят на ветру. Сухая скорлупа разлетается от прикосновений. Через минуту их уже скосят. Хозяйство Иваново из села Контошина уже убирает технические культуры. Здесь маслячный лен. Семяна льна, очень важна их однородность по цвету. Вот, например, вот эти светлые очень хорошо подойдут для пищевой промышленности. А вот потемнее уже нет, либо потребуют дополнительной обработки. Урожайность в этом году заметно просела. Не знаем, по каким причинам пока будем разбираться. Но ниже прогнозируемой на 3-4 центера. Это на четверть меньше обычного, объясняет путинцев. При том, что меньше в этом году и сама площадь под маслячный лен. Солома от него легко воспламеняется, засыряет технику. И уборка такой культуры обходится дорого. Хотя сырьем ее стабильно продают в регионы страны и даже за рубеж. Пшеницу здесь тоже собрали. По словам путинцева, качество товарное. Поэтому сбывать третий класс за 9 рублей жалко. Будут ждать зимы и цены в 12 рублей. Что касается политической культуры Гречихи, то в хозяйстве Иванова площадей под нее не сокращали. Вопреки таким прогнозам уже несколько лет. И возможно в этом году она принесет предприятию больше прибыли, чем обычно. Гречика развивалась хуже по причине холодного июня. И по причине отсутствия солнца в июле, когда были лесные пожары, был смог. Поэтому я считаю, что урожай будет, наверное, чуть-чуть ниже прошлогоднего. Ну и стоимость чуть-чуть выше, видимо, да? Ну стоимость, наверное, да. Потому что по России очень высокое сокращение площадей под Гречихой. В целом, по данным статистики, на Алтае заканчивают убирать и чмень, молоть овес. С учетом урожая сазимых, валовый сбор пшеницы уже превышает миллион тонн. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Вот она не выдержала и человеческого веса. Тротуарная плитка обрушилась прямо в центре Барнаула. Яма внушительных размеров образовалась на Аллее возле концертного зала «Сибирь». Сейчас место огородили предупреждающей лентой, чтобы люди не споткнулись и не получили травмы. В мэрии города нам рассказали, что в ближайшее время плитку восстановят. Кстати, она проседает и в других местах Аллеи. В городской администрации отметили, что это связано с высоким уровнем грунтовых вод. Между тем, сегодня проверили удобство пешеходных дорожек Барнаула. Сделали это представители Общероссийского народного фронта при помощи самоката. С собой они и привезли еще один необычный прибор – злюкометр. Для чего он понадобился, знает Андрей Дреер. За убитыми дорогами охотятся активисты проекта Дорожная инспекция ОНФ. На улице Сиренева асфальт убитым не назовешь. Здесь его никогда и не было. Поэтому символ проекта – злюкометр – сегодня так не улыбчив. Чиновники тоже участвовали в рейде и пообещали, что здесь строительство начнется уже скоро. Активисты ОНФ говорят, власти регионов на их проверки реагируют по-разному. Вот здесь в Барнауле хорошая тенденция. Все-таки 90% участков, которые попадают в планы ремонта, они совпадают с мнением жителей. И это хорошая практика. Улицы, которые набрали максимальное количество голосов – это Балтийская, Новосибирская и Попова. На них ремонт проведен. Фронт идет по России со стороны Владивостока. Активисты отметили, что в сравнении с другими городами Барнаул их приятно удивил. Тем не менее, проблемы есть. Касаются они в основном не покрытия, а обустройство дорог и безопасности движения. К примеру, у нас слишком опасные нерегулируемые перекрестки. А после замеров оказалось, что пешеходная разметка на пересечении Эмилия Алексеевой и улицы 40 лет Октября не соответствует норме. Таких примеров много. Мы видим, что на многих санженных улицах разметка довольно стертая, либо черная. Даже есть проблемы и с пластиком. Мы его не измеряли, но в начнем времени, когда мы приехали, он довольно плохо разрешен. То есть необходимо его обновлять либо краской, либо также пластиком, чтобы световозвращающие свойства стали выше. Пешеходов представлял член движения «Малый электротранспорт России». Он тоже путешествует вместе с активистами ОНФ и проверяет качество устройства тротуаров на самокате. Есть какие-то пандусы, заезды. Иногда эти пандусы просто опирались в дом и приходилось обходить по лестнице, что не очень удобно, особенно для молодежных граждан. По результатам рейдов активисты отправят отчет в местные органы власти, где укажут обнаруженные недостатки. А самым главным итогом рейдов по всей России станет доклад президенту. Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. Дорожная война, которая уже несколько лет ведется в Барнаульском поселке, скоро окончательно завершится. В городе строят новую дорогу по улице Солнечная Поляна в границах улиц Жасмина и Энтузиастов. Напомним, необходимость в строительстве почти километр дороги возникла из-за интенсивного движения транзитного транспорта с Паловского тракта через микрорайон. Проезд автомобилей через частный сектор спровоцировал дорожную войну, которая длилась почти три года. Местные жители даже перекрывали проезд. На данный момент строительные работы выполнены уже более чем на 50%. Построена сеть ливневой канализации, уложены несколько слоев асфальта. Нам позволяет эта магистраль четырехполосных значительно разгрузить перекресток Попова, Паловский тракт, значительно разгрузить улицу Энтузиастов и снять ту транспортную нагрузку, которая достаточно серьезная, падает на поселок Солнечная Поляна, на микрорайон. В следующем году дорожникам останется уложить верхний слой покрытия и нанести разметку. Работы проводят в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Стоимость строительства почти 150 миллионов рублей. А вот в Бийске приступили к подготовительным работам по очистке озера Ковалевское, которое находится в городской черте. Это довольно редкое явление даже в рамках всей России. Чтобы получить федеральное финансирование, нужно проделать большой объем работы. Специалисты «Алтайвод» проекта накануне приезжали в Наукоград. О целях визита, а также когда начнется долгожданная очистка, расскажем прямо сейчас. Озер, которые находятся в городской черте, в России не так много. Бийску в этом плане очень повезло. Однако последние годы Ковалевское постепенно превращается в болото. Исчезли раки, рыбы становятся все меньше, берега сужаются. А в свое время озеро являлось памятником природы краевого значения. Вот 82-й год. Список памятников природы. Вот мы видим озеро, школа 21-я. То есть в 82-м году? Да, да, да. Это был список памятников природы. Когда-то вот оно было, школа 21-я, имеет культурно-эстетическое значение. Питается озеро Ковалевское за счет природных родников, которые из-за тотального загрязнения дна окончательно засорились. Отсюда все вытекающие проблемы. На очистку водоема нужны большие деньги. В городской казне их просто нет. Уже точно Ковалевское озеро включили в федеральную программу. Согласно условиям, местные власти должны предоставить проект и провести государственную экологическую экспертизу. Работы уже начались. Вот сегодня мы с проектным институтом провели обследование озера и в дальнейшем будем от них ожидать документов, которые как институт дадут нам заключение, что необходимо выполнить помимо очистки для того, чтобы в последующем озеро не заиливалось, озеро поддерживалось в статусе биологического разнообразия. Поэтому сегодня мы вот здесь собрались на озере. Специалисты института «Алтайводпроект» в течение месяца должны разработать проект технического задания на экологическую реабилитацию. И это только один из этапов. В первую очередь сама расчистка этого озера, плюс мероприятия по берегу, там расчистка берегов, очистка от кустарника, мусора и все такое. Потом вот где мы были, вода весенняя, дождевая, заходит в озеро. Это недопустимо, если будем... То есть там надо делать обвалование, делать локальные чистные сооружения. Вот это вот все мероприятия, недопущение, чтобы вода с производства попала сюда как-то. Ну вот это все в комплексе. И это уже есть экологическая реабилитация. После заключения специалистов предстоит разработать сам проект. А дальше остается найти подрядную организацию, которая приступит к работам. Так что в ближайшие годы заилиные родники в уникальном природном водоеме должны снова забить ключом. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. Специально для программы «День с толком». А сейчас к другим темам. В Государственном художественном музее Края открылась выставка картин 12-летней Аллы Кащеевой. Многим юная художница уже знакома, а девочка рисует свои композиции, не имея кисти и рук. 50 работ Аллы представили в одном из залов музея. В основном на картинах изображены животные, растения, пейзажи. Юная художница предпочитает рисовать только яркими красками, использует акварель, восковые мелки, гуашь. Выставка по счету 12-я в честь Дня рождения Аллы. Среди картин есть как новые, так и те, которые девочка рисовала, будучи совсем маленькой. Посмотреть и вдохновиться ее работами можно будет с 5 по 22 сентября. Моя коллега Полина Жданова познакомилась с Аллой. К слову, занимается девочка в обычной школе и в этом году пошла в 6 класс. Уроки технологии, русский язык, литература, физкультура, любимые предметы шестиклассницы Аллы. Ей нравится все, что связано с творчеством и фантазией. Несмотря на то, что девочка родилась без кистей рук, это не мешает ей учиться в обычной школе. Занимается она хорошо. Ребенок очень трудолюбивый. У нее много фантазии. Это творческая личность. Она любит рисовать, любит заниматься на уроках технологии. Ну, немножко помогаем ей. А в основном она справляется сама. Своё трудолюбие Алла подтверждает многочисленными выставками картин. В этом году открылось уже 12-е. Рисует и ногами, и руками. Вдохновение, как правило, приходит в процессе творчества. Я когда рисую, всегда не знаю, что получится. Иногда бывают какие-то животные. Иногда бывают какие-то другие иностранные звери. Но иногда бывают люди. Цвета только яркие, потому что Алла считает, что грустить и унывать – это неинтересно. Благодаря своему творчеству она стала первым ребенком-обладателем Международной премии «Филантроп». Ее вручают людям с ограниченными возможностями здоровья. Но для самой девочки такие призы не главное. Своим творчеством 12-летняя художница хочет мотивировать людей делать добрые дела и совершать хорошие поступки. Если человеку грустно, он может посмотреть на мою картину и как-то у него настроение поднимется, он тоже будет делать что-нибудь такое хорошее. Я хочу людям сказать своей выставкой, что то, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно это продолжать и развивать. Алла мечтает стать писателем и помимо картин радовать людей еще и волшебными, добрыми сказками. Она считает, что в этой жизни нет ничего невозможного и всеми силами хочет доказать это миру. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком. Сейчас о ловких и выносливых пожарных. Они участвовали в краевых соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. 14 команд, это около 80 человек. Спасатели демонстрировали свои навыки в трех дисциплинах. Преодолевали 100-метровую полосу препятствий, поднимались по штурмовой и выдвижной трехколемной лестницах. Подобные состязания среди пожарных проводятся несколько раз в год. Организаторы турнира отмечают, что пожарно-спасательный спорт нужен не только, чтобы определить лучшего, а прежде всего, чтобы спасатели оттачивали свои навыки, которые им пригодятся в ежедневной работе. Кстати, этот турнир планировали провести в августе, но перенесли из-за важной миссии, которую выполняла часть спортсменов. Они тушили пожары в Красноярском крае. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.